Привет всем, Артём с вами. По многочисленным просьбам я сегодня научу вас играть в OBT Gwint. Да, да, тот самый, который, казалось, уже никак не вернуть. Это если коротко. Если подлиннее, то некие китайцы, пожелавшие остаться неизвестными, воссоздали и полностью заделали OBT Gwint и подарили его людям. Такая вот история Прометея в цифровую эпоху. Что нужно знать? Существует два клиента. Десктопный и мобильный. Оба написаны на Unity. Клиент десктопный, который я сейчас и показываю, и клиент мобильный, для Android, который работает точно так же, так что вы его сможете уже сами поисследовать. А теперь к делу. Сложность здесь в том, что оба клиента целиком и полностью на китайском языке. Поэтому я подготовил для вас еще и наглядную инструкцию, которая должна будет вам со всех сторон помочь. Так что не скупитесь на лайк и подписку. Поехали! Итак, инструкция. Выглядит она вот так. Сделайте скриншот или найдите картинку в моей группе ВКонтакте. Ссылки я оставлю в описании все. Здесь у нас перевод всех важных опций, которые могут помочь зарегистрироваться при первом запуске клиента. Выбираете логин, по которому игра вас будет узнавать, задаете пароль, подтверждаете его и придумываете себе псевдоним, который будут видеть ваши соперники. Затем обязательно нажмите на кнопку регистрации, вот та, что справа, чтобы сохранить данные. Готово? Никакие личные данные даже почта игра не спрашивает и, конечно же, никакого отношения к серверам CD Projekt Red не имеет. Это сугубо отдельный проект, своего рода музейный экспонат. Все. С этого момента вам нужна только кнопка вход. Она же логин. Давайте ее найдем и нажмем. Готово. Когда вы прошли регистрацию, то будете видеть уже только вот это окно. Тут тоже все просто. Вводите свой логин, пароль и ставите галочку в чекбок запомнить. Далее кнопка вход и главное меню. Готово. Мы справились. Главное меню. Поехали. Здесь все уже давно привычно. Енифер слева. Это сами матчи. Лавк справа. Коллекция и конструктор колоды. Внизу по центру кнопка выхода из игры. А шестеренка справа от нее. Опции. В них давайте заглянем. На выбор здесь две группы настроек. Графические и звуковые. В принципе можно вообще ничего не трогать. Понадобится только выставить подходящее разрешение. Вот здесь. И вот во второй строчке можно переключаться между полноэкранным и оконным режимами. Третья строчка отвечает полностью за графику. Точнее за качество графики. Вот такой вот домик, который вы видите сейчас. Это высокое качество. Иероглиф, который похож на десятку с логотипом Windows. Это низкое качество. Ну, ставим конечно же высокое. Готово. В настройках звука тоже все просто. Первая строчка это отключить весь звук. Вторая отвечает за громкость музыки. И третья за громкость звука. Все. Никаких больше настроек в игре нет. Теперь заходим к лавку. В Deck Builder. Никакого коллекционирования вообще не предусмотрено. Собирать ничего не нужно. Все карты ОБТ есть изначально. То есть можно сразу начинать собирать абсолютно любую колоду. И немедленно начинать ностальгировать. Изначально здесь есть одна уже заранее собранная колода Нильфгарда. Но нам, понятное дело, хочется свою собрать. Нильфы выглядят вот так. Со всякими шпионами. Бригады на Усика. И так далее. Себе свою я, конечно же, собрал свою любимую Эйтне по памяти на казнях. Вот она, моя хорошая. Моя Эйтне. Ну, вот это вот окошко. Каждый раз, когда вы выходите из колоды, оно вас спрашивает. Сохранить ли сделанные изменения, даже если вы ничего не сохраняли. Всегда нажимайте на левую кнопку «Сохранить». То есть будет счастье и процветание. Итак, здесь кнопки все интуитивно понятны. Добавить новую колоду. Изменить уже имеющуюся. Вот это вот все. Главное, бойтесь вот этих вот иероглифов. Они переводятся как «удалить колоду». Давайте прям закрепим. При нажатии на любую колоду появляются две кнопки. Первая – это зайти в нее, посмотреть и изменить. Вот так, да? А вторая – «удалить колоду». Эту кнопку, ну, без необходимости нажимать, конечно же, мы не станем, потому что мы сюда пришли колоды не удалять, а создавать. В остальном чего-то не понять или в чем-то запутаться здесь вообще невозможно, поверьте мне. Закончив с колодами, щелкаем на Йеннифер и отправляемся уже играть. На предмачивом экране тоже все привычно. Желтая кнопка по центру отправляет в бой, коричневая слева отвечает за выбор колоды. Наши нильфы. Наша эйтне. Вот. И коричневая кнопка справа – это традиционный выход. И здесь, ребята, моя инструкция заканчивается. Впереди у вас матчи с другими такими же, как вы, ушлыми ребятами, возможно, с ботами. Уж больно быстро находятся матчи, иногда начинаю подозревать, что это боты. Впрочем, если это и они, то вполне нормально они симулируют реальных игроков. Играют интересно, подравнивать их под казнь мне понравилось. Единственная проблема для многих – это, собственно, китайский язык, который в наших широтах, ну, мало кто знает. Но гвинтер на то и гвинтер, чтобы все обилки с УБТ помнить наизусть. А если нет, то, поверьте мне, это отдельное удовольствие постепенно их вспоминать. На крайний случай, на помощь всегда придет интернет. УБТ колоды и гайды по ним никто из Ютуба не выпиливал, все на месте. Понятное дело, все это сделано для ностальгии, никакая это не полная замена гвинта и так далее. Но, я вам, ребят, скажу, ностальгия – такая мощная штука. Вот так вот засесть как-нибудь вечерочком с чайничком, с малиновым вареньем, замотаться в плед, усадить кота на колени и поиграть на своих старых, добрых, любимых колодах, чтобы придастся воспоминаниями о том, какой замечательный гвинт был у нас. Это очень дорогого стоит. Во всяком случае, мне вот очень понравилось. Так что, быть может, ждите соответствующего стрима. А на этом у меня все. В описании под видео будет ссылка на группу ВКонтакте с актуальными ссылками на клиент. С любыми вопросами обращайтесь в комментарии, всем постараюсь ответить. Играйте в гвинт, пусть будет вам радость. Ну и ждем, что покажут нам на айфонах уже в конце октября. Ждем нового дополнения, новых механик и новых встреч. С вами был Артем, пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok